Как у всей семьи появился дедушка. Когда Франц вернулся домой, мама уже проснулась и спросила, где он был. Франц подумал, надо преподнести ей этот сюрприз, не торопясь, потихоньку, и сказал. В одной конфетной лавке, там хозяин, очень симпатичный старик. Тогда мама спросила, тебе все еще страшно идти в школу в понедельник? — Теперь бояться нечего, — сказал Франц. — Как это? — удивилась мама. — Бабушка подыскала мне дедушку, — ответил Франц. — Умереть не встать, — воскликнула мама, но не стала делать ни того, ни другого, а просто села на кровати. — Можешь объяснить? И Франц сказал, давай за обедом, чтобы папа и Йозеф тоже послушали. Но это было просто отговорка. Сначала надо было подумать, какими словами все это рассказать. Франц уже придумал первые три фразы, и тут зазвонил телефон. Трубку взял Йозеф. Он сказал, приветик, и стал слушать. Потом выпучил глаза, отнял трубку от уха, закрыл ее рукой и недоуменно воскликнул. — Дедушка Куна Краут-Вашель хочет говорить со своей падчерицей. Папа воскликнул. — Фу, какое гадкое слово! Кто это у нас падчерица? Франц шмыгнул к маме и прошептал. — Это дедушка, про которого я говорил. И потянул маму за рукав. — Пожалуйста, мама, пожалуйста, не обижай его! Мама вздохнула, кивнула Францу и взяла у Йозефа трубку. — Фрёстль! — сказала она, а потом только кивала и говорила. — Да-да-да. Перед тем, как повесить трубку, мама сказала. — Хорошо, в семь часов. — Что в семь часов? — спросил папа. — В семь? — ответила мама и снова вздохнула. — К нам в гости придет дедушка Куна Краут-Вашель. — Что это? Какой-то Краут-Вашель наш дедушка? — спросил Йозеф. — Это Франц так устроил, — ответила мама. — У вас нет родственных чувств, — сказал Франц. — Вторая жена дедушки — моя бабушка, а ее второй муж — мой дедушка. Папа растерялся. — Я вообще ничего не понимаю. Может, мне кто-нибудь объяснит по-человечески? И Франц объяснил все по-человечески. То есть очень подробно и с самого начала. Первым возмутился Йозеф. — Ты не можешь просто взять и навязать мне какого-то деда! Папа добавил. — Это мама виновата. Не надо было ей никого приглашать. А мама воскликнула. Он сам пригласился. Сказал, что будет счастлив наконец побыть в кругу семьи. Не могла же я ему отказать. Что? У меня сердца нет. В семь часов явился Куна Краут-Вашель. Мама, папа и Йозеф просто обалдели. Увидев этого великана, еще больше они обалдели, когда он их обнял и расцеловал одного за другим. Потом вошел в гостиную и стал вытаскивать из многочисленных карманов пиджака и брюк. Пакетики с сосисками. — У меня превосходный аппетит. И я подумал, что вы к этому не готовы. — Пробасил он. Тут уж и папа, и мама, и Йозеф просто глаза на лоб выпучили. Из Жаркова, которое приготовил папа, Куна Краут-Вашель взял всего один кусочек. Для дегустации, — сказал он. А потом принялся за свои сосиски и, жуя их, сообщил, что это замечательно. Вновь обрести настоящую семью. Проглодив последнюю сосиску, Куна Краут-Вашель громко рыгнул и стал рассказывать печальные истории про болезни. Про болезни покойной жены, болезни соседки, болезни помощницы по хозяйству, болезни покупателей и, конечно, про собственные. Вскоре папа стал все чаще закрывать рот рукой, чтобы скрыть зевоту. Мама время от времени закатывала глаза, а Йозеф ломал зубочистки и выкладывал из них узор на столе. Франц чувствовал, что вот-вот заснет, и ему стоило большого труда держать глаза открытыми. В девять часов Куна Краут-Вашель снова всех обнял, расцеловал и, наконец, откланялся. Йозеф бросился на диван и простонал. — Это были самые длинные два часа в моей жизни. Удружил нам Франц с дедом, ничего не скажешь. — Эх, нет у вас родственных чувств! — сказал Франц и пошел чистить зубы. — Да, мама не понимает, что это ее папа, да? — Нет, это не ее папа. — Ну, как? — Ну, как? Я же тебе рассказывал. У мамы были мама и папа, правильно? — Сначала умер... — Умерла мама, папа. — Нет. — Сначала умер папа, правильно? — Да. — Сначала умер... — А, нет, сначала умерла бабушка. — Сначала умерла бабушка. — Так, короче, надо разбираться. — Сейчас...